Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель и прямо сейчас я нахожусь в деревне жителей номер 13. Это срочное включение. В нашей деревне, как обычно, что-то происходит. Все жители, которые сейчас есть на месте, ребята, столпились возле какого-то непонятного грузовика и что-то кричат. Вот серьезно, целое утро. Это меня и разбудило, ребята. Не какие-то там, знаете, строители, перфораторы и так далее, а именно крики жителей. Вот представьте, как громко они кричали, что за закрытой дверью и окнами их было слышно. Поэтому мне не терпится узнать, что там такого сверхъестественного произошло, что меня подняли в такую рань. Слушайте, ребят, ну имейте совесть, правда. Семь часов утра, чё вы разорались? Ну приехала машина и что дальше? Конечно, Пиксель, тебе же всегда всё равно. А ты видел, что в ней? Может быть, в ней взрывчатка? Мы вот уже все посмотрели. Ну так и что теперь? Если это взрывчатка, ну я не знаю, ну вызовите полицию. Ну, последнее дело, ребята, что нужно делать, это стоять возле взрывчатки. Тем более, а ну-ка отойдите, да не толкайтесь, дайте я посмотрю, что в этой машине непонятной. Ну, и чё тут такого? Электрошокеры четыре штуки, и сколько тут? Пять видеокамер, и вы из-за этого тут столпились? Вы, вы сейчас серьёзно, ребят? Ну, пожалуйста, успокойтесь, ничего такого серьёзного. Подумаешь, камеры привезли. Может, их мэр вообще поставить хочет? Ты дальше в сундуки посмотри, почему ты такой невнимательный? Хорошо, давайте я вместе с подписчиками посмотрю дальше. Что тут ещё интересного есть? Ну, а здесь что серьёзного? Так, ребят, ну, давайте я сейчас все сундуки уже разом посмотрю, чтобы эти жители не говорили мне, что я какой-то там, извините меня, невнимательный. Ишь ты! Ладно, четыре сканера лица, ребята. То есть, знаете, вот функция Face ID, как в телефонах, тут то же самое. Ставишь и дверь разблокируется по виду твоего лица. Пять просто баз данных, ребята, и опять четыре камеры. Ну и последний сундук. А, ну, вот это уже на самом деле немного посерьёзнее, но тоже ничего критического. Да, взломчик пароля, ребята, эта штука действительно очень страшная. Если вдруг кто не знает, что это, я вам сейчас быстренько расскажу. Любая дверь, любой сундук, который запаролен, ребята, открывается за пару секунд. Берётся вот эта штука в руку, нажимается правая кнопка мыши и... Ой, вот это я на самом деле зря нажал, немного её потратил. Ладно, возвращаем её на место. И, короче, ребята, пароль тут же слетает. И ещё, знаете, такое не совсем на самом деле доброе. Это вот это вот ведро фальшивой лавы. То есть, когда вы её разливаете куда-либо, ребята, она выглядит как вода. Да-да-да-да-да. Но как только вы в неё залазите, она превращается в самую настоящую лаву. Так, вот это я могу положить обратно, ребята. И вообще ничего не заметно. Ну, кроме вот этого, конечно. Жители, ну, как вы и говорили, что я невнимательный, я посмотрел всё. И могу вам смело сказать, здесь нечего бояться. Пожалуйста, расходитесь. Вы будете всех остальных ещё и панику нагоняете. Это самое вот реально худшее, что может быть в любой ситуации. Это паника. Хорошо, Пиксель. Только если нас из-за тебя ограбят, ты будешь виноват и возместишь нам весь ущерб. Ты согласен? Ладно, хорошо, лучше так, ребята, чем вот эта вот, знаете, паника непонятная. А вот эти взломщики паролей я отсюда лучше заберу, знаете, от греха подальше. Потому что этим реально можно воспользоваться не совсем в хорошем ключе. И отнесу это к мэру на чердак. Хоть его дома сейчас и нет, ребята, но сюда никакой житель и грифер точно не полезет. Пускай это в этой коробке поваляется. А если хозяин этого грузовика найдётся, я ему так уж и быть, ребята, всё, конечно же, отдам. Ну, в принципе, на одну решённую ситуацию сегодня у нас с вами больше. Я надеюсь, что толпа жителей сейчас разойдётся и всё успокоится. Подождите! А это ещё кто такие? Я их тут не видел. Посмотрите, я вот сейчас немного приблизил. Два охранника в тёмных очках. Стоят, смотрите, всё патрулируют, оглядываются. Стоят на таком, знаете, серьёзном посту. В руках у них оружие. Вот это добрый день. И самое интересное, вы вообще вот замечаете, где это всё расположено? Правильно, ребята, в кузнице Компота. Прямо в его кузнице. Обалдеть. Так, секундочку. Делаем вид, что я пока что их не заметил. Мне интересно, может, это как-то обойти можно? Так, интересненько. Что у нас тут? Ага. Они всё застроили в железные блоки. Посмотрите, они очень как-то вообще некрасиво поступили. Мало того, что они это в кузницу Компота встроили, так они ещё и все шмотки отсюда украли. Опа. А вот это уже, ребята, ещё одна интересная ситуация. Сейчас мы зададим им парочку провокационных вопросов, потому что это перебор. Хоть у них и оружие, ребята, я их не боюсь, потому что, знаете, я уже привык таких, знаете, на место ставить. Так, добрый день, здравствуйте, господа, я живу в этой деревне. И в данный момент я, я как мэр, как мэр этой деревни, задаю вам вопрос. А что это тут вы охраняете такое интересное? Вы что, сильно грамотный? Так, а ну-ка, руки в ноги и в сторону. Если охрана здесь стоит, значит, это важный объект. В сторону, я сказал. Так, так, господа, минуточку. Я, если честно, вас ни капельки не боюсь. Поэтому не думайте, что у вас получится запугать меня и мои полтора на секундочку, миллиона подписчиков. Поэтому я, кстати, всё снимаю на камеру. Камеру? Ты, если сейчас её не уберёшь, я у тебя её заберу и в лаву сброшу. Ты понял меня? Я тебе ещё раз говорю. Нас сюда установил Роман Компот, поэтому пошёл вон отсюда. Роман Компот вас сюда установил? Ребят, это даже глупо звучит. Вот вы им верите? Я друг Ромы, и если бы он это установил, я бы это знал. Он бы меня предупредил. Да и тем более, если это установил Компот. Хорошо, я его друг, я могу туда пройти. Ты кто такой? Иди отсюда. Роман Компот не желает с тобой общаться. Не, ребят, вы уже совсем с ума сошли. Это уже ни в какие ворота. Вы только посмотрите. Так, я пройду, я пройду. Не пихайте, я сказал. Пошёл вон. Я сейчас оружие использую. Всё, 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 всё. Всё, я понял. Вот это реально уже, ребята, страшно. Я подумал, что получится прорваться, и это... Я не верю, ребят. Вот честно, вот напишите в комментариях, кто досмотрел до этого момента. Вам верится, что вот этих вот непонятных реально гопников каких-то поставил Рома? Он бы никогда так не поступил. Я с Ромой общаюсь уже не первый день, не первый месяц и даже не первый год. Поверьте мне, Рома на такое не способен. Я уверен, что это какая-то подстава. Знаете, раньше я бы подумал, что это какой-то троллинг от Ромы, но Рома очень давно никого не троллил, и это уже как-то слишком жёстко, ребята. Я бы даже сказал, мягко говоря, некультурно. Но у меня появилась одна идея. Давайте говорить потише, чтобы они ничего не заметили. Давайте сюда зайдём. Благо, это сделать я могу. Видите здесь железные блоки? Их же можно сломать. Это же не какой-то там бедрок и обсидиан. Это можно сделать самой обыкновенной даже деревянной киркой. Но, ребята, у меня есть не то чтобы деревянная, у меня есть целая железная кирка. Поэтому прямо сейчас я обойду эту охрану и посмотрю, что там, как они говорят, Рома-компот всё это время скрывает. Хотя, ребята, все мы понимаем, что Рома к этому никакого отношения не имеет. Всё это какая-то подстава. Я ещё возьму на всякий случай золотые яблоки. Мало ли, они на меня всё-таки с этим оружием нападут. Нужно будет как-то отхилиться. Поэтому аккуратненько заходим, закрываем дверь и самое главное делать всё очень-очень тихо, чтобы меня не заметили. Разрушаем блок за блоком. Так, аккуратно. Аккуратно. И быстренько, ребята, спускаемся. Всё. Во! Вот это я понимаю охрана. Так, опа. Вот это уже... Вот это уже добрый вечер. Там ещё какая-то охрана. Ага! Вот это понятно. Вот это на меня уже, так скажем, набрасывается. Нормально, минус один и... Так, 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 быстренько. Фух! Минус два, ребята, с ними разобрались. Офигеть, конечно. Теперь надо тут всё осмотреть. Вы только посмотрите. Здесь очень много разных дорогих вещей. Что это за ерунда? Посмотрите. Сколько... Сколько изумрудных блоков? Я думал, он один. Тут стак изумрудных блоков. Это... Это годовая, наверное, зарплата любого жителя деревни. Да даже... Даже не годовая. У меня... Фух, у меня до речи пропал. Так, секундочку. А здесь... Тут, походу... Тут ещё стак. И помимо этого, тут ещё лежит... Я так понимаю. Да, ребята. Два стака алмазных блоков. Ё-моё. И... Ещё один стак золотых. И пол, ребята. Я тоже это сначала не заметил. Он тоже полностью в золотых блоках. С этой стороны, ребята, очень много дорогих инструментов. Каждый из них стоит просто колоссальных денег. Я даже представить не могу, сколько, например, стоит целый сет радужной брони. Потому что я вам сейчас покажу, какие эффекты он добавляет. Вы только посмотрите. Я тут же начинаю подсвечиваться. Я приближаю, ребята. И вот оно. Скорость. Ускорение. Сила. Восстановление огнестойкости. Дыхание под водой. Всё это даёт вот этот вот сет. И как вы понимаете, ребята, я его вижу не в первый раз. И я вам так скажу. Если, используя этот сет, спрыгнуть с максимальной высоты Майнкрафта, я не умру, ребята. Я даже сердечко не потеряю. Вот настолько эта броня дорогая и офигенная. Ну, конечно же, золотые яблоки и так далее. Но, знаете, это меня пока что интересует в последнюю очередь. Потому что я вижу вот это. Это красная машина. У Ромы такой, конечно, нет. У него немного другая. Но она, кстати, максимально похожа. Так, а ну-ка в салоне. Так, секундочку. Сейчас зайдём сюда. Ага. О, отлично. Ну нет, ребята, у Ромы не такая машина. Вообще не такая. Во-первых, у него руль с другой стороны. Но кто-то очень сильно хочет постараться, чтобы я и другие жители этой деревни подумали, что это всё построил Рома. И как вы понимаете, ребята, как только нажат на этот рычаг, тут сразу всё активируется. Поэтому надо что? Правильно. Срочно спасать кузницу Ромы и срочно спасать всю нашу деревню. Убираем весь ТНТ, ребята. Он ещё и под машиной. То есть кто-то на серьёзных, ребята, мыслях пытался заминировать, я так понимаю, машину, заложить под неё ТНТ, а потом поднять её наверх и типа, возможно, подготовить ловушку даже для того же Ромы. Так, интересненько. Всё это дело выключаем, ребята. И тут я вижу ещё небольшую дверочку. Сейчас мы во всём разберёмся. Я вижу там какие-то вентиляторы, ребята. Дверь открывается очень легко. И вижу камеру. Вон она стоит. Я думаю, вы тоже её видите. Впереди бункерная дверь. И аккуратно здесь какая-то небольшая, знаете, сигнализация ручная, система защиты. Видите эти вентиляторы? Они обладают очень высоким потоком воздуха. И чуть что? Меня скинет куда? Правильно. Кто это сказал? В лаву. Поэтому мне нужно максимально быстро, 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 быстро. Нормально. Я увернулся. Тут ещё шипы стоят. Всё для того, чтобы скинуть меня куда-либо. Открываем дверь. Она очень туго засела. Сейчас киркой её. Вот так. И давай. Всё. Подковырнуло, ребята. Давайте на всякий случай съедим золотое яблоко. Потому что, как вы понимаете, охрана может быть и там. Опа. Я вот так вот от третьего лица туда заглядываю. Вроде никого нет. Нужно быстро пробежать, чтобы меня не закинуло. Фух. Об шипы я всё-таки ударился. И вот. Отлично. Тут эти дурацкие вентиляторы. Можно, в принципе, отрубить. И дверь открывается достаточно легко. Так, и мы попадаем с вами в какую-то уже достаточно защищённую комнату. Вы только посмотрите. На стенах уже заложили, ребята, бедрок. Наверху обсидия, а внизу по-прежнему золотые блоки. Так, и я надеюсь, мы тут найдём с вами ответ на все вопросы, которые мы сегодня с вами тут самому себе задавали. Очень много компьютеров. Ещё один, в котором, кстати, видите, регулируется подсветка. Тут что, тоже компьютер и какое-то записное, знаете, устройство. На самом деле это просто блокнот. Давайте попробуем его открыть и... Опачки. Мне кажется, мы нашли с вами нечто интересное. План подставы компота. Подготовить жителей не готово. А, подговорить! Подговорить жители не хотели. Я надеюсь, что они не то, чтобы не успели, а жители просто не согласились на эту аферу. Построить бункер под кузницей. Готово. Ну, в принципе, мы это уже заметили. Установить охрану. Готово. Да, ребята, мы с ней уже сталкивались. Что внутри, что снаружи. Я надеюсь, кстати, они не вызвали никакую подмогу. И мы прошли сюда очень даже незаметно. Похитить компота. Не готово. И, как говорится, ребята, слава богу, что они этого не успели сделать. Так, и, в принципе, тут ничего нет. Забираем это с собой, ребята. Я отдам это в полицию, как улики. И вообще, все, что я здесь сейчас найду. Компьютеры, ноутбуки. Я все забираю с собой. Для того, чтобы передать эту информацию полиции. И они, знаете, по отпечаткам. Или по каким-то другим следам, ребята. Это нашли виновников этого, так называемого, торжества. В сундуке... Ё-моё, кто-то очень серьезно хотел подставить компоты. Какие-то, знаете, дурацкие хейтеры его канала. Тут есть все. Невезучие локеблоки с удачей минус 80. Из которых выпадает исключительно что-то ужасное. Очень много, ребята, призвать существо зомби. То есть яиц для призыва. 10 зомбарей. Зелий невидимости, как я понимаю, для того, чтобы делать это все незаметным. Ну и, конечно же, очень много ТНТ, лавы, рычагов и редстоуна. Чтобы провести какую-либо систему, ребята, подрыва ТНТ. Так, выбираемся отсюда максимально быстро и аккуратно. Второй раз уже будет немного проще. И я буду отсюда выходить, ребята, для одной очень важной причины. Я вызову полицию. Позову сюда всех жителей. И мы возьмем охрану, которая стоит немного выше штурмом. Но, ребята, как вы понимаете, с камерой это делать все не очень удобно. Я жду ваши догадки в комментариях. И обязательно предупредите Рому, если я не смогу до него дозвониться, в комментариях под его новым роликом. Напишите, что ему угрожает опасность. Чтобы он был на чеку. И если вы увидите что-то подозрительное, сразу звоните в полицию. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Всем удачи, ребята, и пока. Субтитры сделал DimaTorzok